История Христианской Церкви И я остановился на том, что рассказывал немного о первом периоде истории христианства, истории церкви. Я сказал о том, что Первая Церковь, Первая Апостольская и вообще раннее христианство очень сильно отличалось от всего того, что потом стало называться христианством, от последующего исторического христианства. Христианство, наверное, почему еще отличалось тогда от последующего христианства, потому что тогдашняя церковь, она была не подконтрольна государству, она была гонима империей, и она была самостоятельна. Она была, скажу, руководствовалась Иисусом Христом, Духом Святым, Священным Писанием. Были отдельные, конечно, были отщепенцы, были отдельные, допустим, гностики те же самые, то есть отдельные секты существовали тогда, отдельные были уклонения от истины. Но в целом христианство не знало этих ересей, и слава Богу. Кого они называют, щепенцами или расколом? Допустим, вот в эту эпоху был некто, допустим, Карпократ. О нем мы пишем, читаем там у Ирине Леонского, у других отцов ранних. Карпократ и его учеников в истории называют потому карпократиане. Хотя себя они называли тоже христианами, но и христианство, конечно же, это вообще не христианство. Допустим, Карпократ этот учил, известный факт такой, что он учил, что Иисус является не уникальным Христом, а одним из воплощений Вечного Логоса. Он считал, что предыдущими воплощениями Вечного Логоса являются Слово, являются тот же самый Аристотель, Пифагор, Сократ. Потом, после Иисуса, очередным воплощением Логоса он считал самого себя, Карпократа, тоже Карпократ Христос. Но понятное дело, что, конечно же, это христианством не назовешь, даже с большой натяжкой. И тем более, что Библию, которую знали все христиане, он игнорировал и был жутким антисемитом, насколько я знаю из источников. И плюс еще к тому, в довершение ко всему этому, он был спиритистом, потому как гностики обычно использовали спиритизм в своих этих мистериях. То есть, это не христианство. Но, есть такие прецеденты. Но в целом христианство было свободно от этих ирисий. Больше того, вы запомнили, да, что первых три столетия христиане не молились... В чем отличие принципиально, да? Не молились никому, помимо Господа Бога Всемогущего. Молились Отцу, Сыну, Святому Духу, но ни Матери Иисуса, ни апостолам, ни мученикам, ни ангелам никому не молились и не преклонялись. И не только первых три столетия, но и потом еще на протяжении четвертого столетия, когда церковь уже была легальной, государственной, официальной, все равно еще сохранялось библейское понимание этого вопроса, и христиане не молились никому, не только в период гонений, но и целое столетие после того уже, когда тысячи храмов были построены по всей необъятной этой Римской империи, от Великобритании, допустим, до Ирана и Ирака, от чуть ли не там Скандинавии, до там, ну и африканских этих провинций. Тысячи храмов, церквей были построены, где совершались служения христианских общин, христианских церквей, но ни в одной из этих, ни в одной, я подчеркиваю, из этих церквей, ни официальных, ни неофициальных, не было практики молитвы к кому бы то ни было помимо Господа. Людям просто в голову не приходило молиться, допустим, матери Иисуса или кому-то еще. Хотя уже в конце четвертого столетия эта ересь стала зарождаться. Она стала зарождаться в Африке, в северо-восточной Африке, нынешней Сомали, Эфиопия, в Египте. Вот в этих странах зарождались вот эти ереси. Я расскажу чуть позже, как это все происходило. И как постепенно вот этот яд многобожий стал проникать в тело Иисуса Христа, отравляя церковь Иисуса. Как постепенно эта гремучая смесь, она происходила, смешание христианства с язычеством. Это уже вопрос уже следующих уроков. Но пока остановимся на этом времени. И еще, чем отличалось христианство вот этих первых трех столетий? Оно было не спиритическим. По образу мышления своему, христиане тех трех столетий не имели практики молиться за упокой, допустим. Любая религия Рима, она знала за упокойные всевозможные служения, жертвоприношения. Культ мертвых был в любой, даже самой примитивной религии был развит в Римской империи. Но христиане принципиально от этого отказывались. Они отказывались участвовать в культах. У самих христиан не было практики молиться за умерших. И, кстати, будьте здоровы, скажу, что христиан обвиняли в это время, знаете в чем? В атеизме. Очень многих наших братьев-сестер в то время осуждали официально римские власти за атеизм. Допустим, интересно, один из врагов христианской церкви тогдашней, он писал книгу против христиан. И Цельсиус, его звали, или Цельс, просто можно так назвать, Цельс против христиан, книга, или истинное слово против христиан. Так вот, и у Цельса, римского философа, это был такой сектовед, известный того времени, он написал книгу, ставшую учебником. В то время юношество, римское, греческое, о сектах разных запрещенных религиях узнавало по его учебнику. И узнавали о христианах запрещенной религии, запрещенной секте, опасной очень секте. И Цельсиус написал книгу против христиан. И он пишет, очень просто, что христиане, это есть атеистическая секта. Что христиане лишь в своей демагогии религиозной, они прикрывают свой атеизм. А атеизм в то время считался техчайшим преступлением против общества и морали. Ты мог верить в любого бога, но ты не мог отрицать богов, не мог отрицать бога как такового. И почему христиан называли атеистами? Ну, допустим, потому, допустим, что, я уже назвал, что у христиан не было культа мертвых. А потом, христиане, почему еще, не имели изображения, кстати, тоже. Очень интересный факт, да? Христиане не имели изображения Христа, его мамы, апостолов, кого-то еще. То есть, христианство в это время не имело икон, проще говоря, да? Не имело изображительного искусства, не имело предметов поклонения. Любая религия, даже самая примитивная, знала какие-то образа, знала какие-то иконы, знала какие-то кумиры. Но христианство этих столетий не знало ничего подобного. И, допустим, для римского обывателя это было с ровня с атеизмом. Как? У вас нет изображения бога, так у вас и бога нет вообще. Покажи мне вашего бога, я поклонюсь ему. В принципе, для римского обывателя богом больше, богом меньше, это ничего не играло. В принципе, знаете ли, набожный, средний римский гражданин, он в меру набожный, в меру религиозный. Он считал своим долгом поклониться не только своему богу, любимому, другим богам, ближайшим каким-то полубогам, полулюдям, допустим. Но также и римскому тому же императору как божеству, допустим, другим богам считалось уважительным очень для римского гражданина, просвещенного, допустим, посещая какую-то провинцию, посетить храм местного бога, поклониться ему. Больше того, далеко не надо было ездить даже. В самом Риме был выстроен храм-пантеон, храм всех богов. Ты мог даже не выезжая из Рима пройтись, по сути, по всей римской империи, по богам имеется, всей римской империи. Ты мог поклониться богу того, богу сего, пятого, десятого, и выйти, справив свои все религиозные нужды, очень довольным и счастливым. И боги довольны, и ты доволен. Знаете ли, и поэтому для, в общем-то, обывателя поклониться еще и Христу, Иисусу, нет проблем. Только покажи, только, как говорится, свистни, и мы поклонимся. Но христиане не предоставляли никаких изображений. Очень интересный прецедент был. В третьем столетии был такой случай. Но не всегда христиан гнали. Нельзя так представлять, что всех христиан во все эти триста лет просто-напросто бросали к ольвам. Нет. Были периоды свободы, были периоды, когда христиане даже открыто проповедовали и совершали богослужения, легально строили даже свои здания. То есть, это не все время было так очень страшно. Знаете ли, были передышки свободы. И зависело от императоров, зависело от властей. Если на престоле был император такой благословный, он давал свободы христианам. Если очередной тиран приходил, то, конечно, гайки закручивались. И христианам было уже тогда, на самом деле, очень-очень сложно. Были, допустим, и в третьем столетии было много свободы для христиан дано. Был такой император Александр из рода Севера. Александр Север. Легко запомнить его годы, начало его правления. 222-й год. Три двойки к ряду. Он стал императором, так получилось, что именно он, человек просвещенный, не вояка, человек очень насчитанный, стал очередным императором римской империи, могущественнейшей империи. Он, как человек просвещенный, философ, поэт, он мыслитель, он не военный человек по природе своей был, он был человек мирный. Все конфликты он предпочитал именно политически решать и заключать договора мирные с соседями. И его считалось мудростью, во время его правления ни одной войны Рим не развязал. И, однако же, не уменьшился, а лишь вырос. То есть, он нашел дипломатический подход к решению проблем конфликтных. И Александр не только этим запомнился римлянам. Александр запомнился тем, что он дал свободу очень многим религиям в Риме. И в том числе христианам. Римские католические историки даже называют ватальным христианином. Ну, это точно нельзя утверждать сегодня, но есть такие косвенные подтверждения. Его мама, по крайней мере, она посещала христианскую церковь. Это известный факт. Одну из римских христианских церквей. Потом, известно, что он сам прочитал Евангелие, одно из Евангелий. Потом послание апостола Павла к римлянам, в частности, прочитал. И, больше того, он приказал у себя во дворце даже одно из мест Писаний выбить золотыми буквами. Так что входящие и выходящие читали на латыни слова Иисуса Христа. И так во всем, как хотели, чтобы сами поступали люди, так и его поступать и с ними же. Больше того, он был так восхищен этими мудрыми словами, что он сказал, что это будет словами его правления. Именно словами, лозунгом его царства, что ли. Это было впечатляюще, конечно. Больше того, он призвал во дворец христиан, приказал заключенных христиан освободить на свободу. Узников выпустили на свободу. Он дал компенсации пострадавшим материальные, выплаты определенные. Вернули дома, недвижимость, что было отобрано у христиан. То есть, он пошел на сотрудничество даже с христианами. Потому что при его дворце жили некоторые христианские служители, к которым он обращался за советами. И в том числе, конечно, не только христиане. Там были и другие религии представлены. Но это уже о многом говорит. И еще, он позволил христианам строить свои здания и проводить легальное богослужение. И даже обещал, что если кто-то будет препятствовать на местах, в провинциях этому, то этих местных представителей он будет просто-напросто снимать должностей. Потому что христианство было из-за разряда гонимых в разряд терпимых религий. Перемещено кодексом официально, по закону. А христианство не было государственной религией в то время. Но христианство было терпимой религией, которая была позволительна почти все. Но оно не содержалось государственными деньгами, не было бюджетной религии, как, допустим, государственной религии. Священники христианские не получали зарплату, как получали, допустим, государственные жрецы. Так вот, а во всем остальном, в принципе, и налоги платили, как все остальные. Во всем остальном они были, в принципе, как свободные христиане. И вот, в самом Риме даже был построен христианский храм. Даже в самом Риме. Там был скандальный случай, был участок земли, за которым были многочисленные споры римских граждан, под что же эту землю отдать. Одни предлагали под бизнес, другие предлагали под храм какому-то богу отдать все это. В конце концов, император лично распорядился этот участок земли отдать христианам, для церкви христианской. Это было шоком для большинства римских обывателей. И он сказал, что других богов у нас, хоть отбавляя храмов, уже в Риме, но о христианскому богу ничего никак у нас в Риме, в столице империи ничего нет, не может быть, надо что-то поставить, чтобы Иисуса Христа люди тоже могли почтить. И вот говорят, что именно Александр Северистос, историки об этом вспоминают часто, и католические, и православные, и протестантские, и атеистические, и еврейские, и мусульманские, разные историки. Об этом факте с разных сторон пишут. Очень интересные факты. Ну, как бы не факты, а свои интерпретации этих фактов. Но известно, что император общался с христианскими служителями и не раз, и не два. И он спросил, в числе прочих, дать ему изображение Иисуса, Христа, или же, он сказал так, или же дать его портретное описание, чтобы художник, ну, как фоторобот, мог составить по словам христиан, как выглядел Иисус из Назарета. Но, как может быть удивление императора, когда христианские служители, лидеры христианских церквей сказали императору, что при всем уважении к вам ваше величество, но христианство уже 200 лет существует в вашей империи, но у нас нет ни одного изображения Христа, и больше того, мы не сохранили ни одного портретного описания Иисуса. Как у него был нос, цвет глаза, волосы и прочее, прочее. А почему? Они объяснили, как могли, в том, что они не интересуются Христом по плоти, они знают, что Христос сейчас здесь с ними, он невидимый Бог, и он с ними сейчас. Но это все пахло мистикой, для императора это было непонятно, и он дал распоряжение таки сделать, даже если христиане не знают, как выглядел их Христос, мы знаем, мы найдем. Они нашли одного колоритного еврейского раввина в Риме, и приказано было сделать Иисуса из Назарета в виде раввина со свитками, со свитком Тора или со свитками других пророков, допустим. И так и сделали еврейского раввина, и написали Иисус из Назарета. Судьба этой статуи неизвестна. Скорее всего, ее уничтожили преемники Александра Севера, потому что был дворцовый переворот, смена династии, смена власти, и не сохранилось изображение то древнее, самое первое известное в истории документальное изображение Христа. Но оно было сделано не по словам христиан, а было по словам императора, и было сделано просто с постороннего человека, который был таким ярко выражен колоритным, таким еврейским раввином. И все, это все, что известно о первом изображении Христа. Да, сегодняшние рассказы, которые обывателю предлагаются, и русскому, в том числе обывателю предлагаются, допустим, что якобы Иисус Христос был портретистом, якобы он сделал свой автопортрет, помните ли, да? Слышали об этом? По телевизору об этом говорят, значит, радио, что якобы Иисус вымылся перед художниками, умыл лицо, вытерся полотенчиком и отдал это все художникам, и там, глядь, отобразилось лицо Иисуса Христа. Другая версия, это восточная версия, западная версия немного другая, что якобы это было гораздо позже, это было уже во времена, когда Иисус нес по вью Долороса крест, и одна сестричка подбежала и дала ему утереться полотенчиком, он вытерся и передал ей полотенце, и там отобразилось лицо Иисуса Христа. Но и та, и другая версия, это уже более поздняя вставка, это уже, проще скажу, первых 7 столетий, даже больше, христиане ничего такого даже не слыхали, и, в общем-то, никому в голову не приходило, что такое возможно вообще. Но в середине 9-го, 8-го, извиняюсь, да, 8-го столетия, в середине 8-го столетия при дворце Дамасского халифа Абдал-Милека, его первым визирь, сочинил такую небылицу, что вот, мол, это все произошло так. Потом есть другая версия, тоже сказочная версия, первых 7, даже почти 8 столетий неизвестных христианству, что якобы Лука, один из евангелистов, был еще и художником, и якобы он нарисовал Марию прямо с натуры, изобразил матери Иисуса Христа и пририсовал маленького бабичку, маленького Иисуса Христа. И он настолько красиво все написал, что Мария была очень сильно удивлена, обрадована, и она благоставила этот портрет, и Лука на радостях написал еще несколько портретов, и каждый портрет Марии благоставляла, и говорил, что она якобы будет особо благодарна, и она будет мистически присутствовать при всем этом и прочее. Но эти легенды были рождены на Востоке в середине, даже ближе, ну в середине 8 столетия, можно так написать. Первых 7 столетий христианской истории ничего такого не было известно вообще христианам. Первых 7 столетий. Вы представляете, тем более если говорить о первых 3 столетиях. Конечно же, никому и в голову не приходило, что якобы Иисус может быть портретистом, что якобы Лука нарисовал что-то там, или кого-то, или Марию, то же самое. Кстати, не только вот эти религиозные аферисты в 8-м, 9 столетиях и позже вот такие сказки стали выдумывать, но и конкретные деяния делать. Писать портреты, иконы, и выдавать их за древние, древнейшие изображения, допустим, Марии, то же самое, да. Но вот этих религиозных аферистов выбили на чистую воду уже век просвещения, когда наука уже была достаточно развита и была, по сути, оторвана уже от религии, неподконтрольно подложили религии. И люди, просто-напросто ученые, те же самые искусствоведы могли беспристрастно просто-напросто исследовать вот эти древние образы. И было выяснено, что все это умелые подделки религиозных аферистов 8-го, 9-го и других столетий. На Руси, допустим, религиозную лапшу вешали на уши не меньше, чем на Западной Европе. У нас, допустим, считалось долгое время, что тоже хранятся, мы тоже не лыком шиты, мы тоже сами с усами. У нас тоже есть автограф евангелиста Луки, якобы Лукан рисовал ту же самую Владимирскую икону Божьей Матери. Кто слышал об этом? Слышали? Да, там Лукан, наверное, в гробу перевернулся бы. Знаете ли, на самом-то деле это все аферизм, потому что на самом-то деле... Хотя никто до сих пор в доверии, кстати. Цирк уехал, а... Некоторые батюшки еще остались. Нет, я почему-то говорю смело, потому что я знаю, что... Одно дело, какой-нибудь сельский батюшка, знаете, который в глубинке сидит и книжек не читал, и, может, и семинарию так вот обыкак закончил, стройки на двойку, и вообще не имеет никакого понятия, ни ума, ни фантазии. Может быть, он там своим прихожанам, бабулькам скажет вот так и так, и он сам за чистую монету все принимает это и так вот и передает информацию. Это как бы простительно такому невежде, хотя, как священню, конечно, это непростительно, но я не верю, что человек, значит, грамотный, знающий все, значит, ну, как бы, ну, что касается истории христианства, может своим прихожанам такие вещи говорить. То есть в наше время, когда космические корабли вырастят просторы все. Но находятся такие товарищи. Вот, и даже пальцы не скрещивают, врут и не подпрыгивают. И, к сожалению, есть такое. И до сих пор порой, нет, 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 да, встречается такое, то на канале Спас, то где-то еще, встречается такое, заявление такое, что так и так, мол, Лука нарисовал икону, значит, там, и это Владимир, скажем, на Божьей Матери. И, хотя, значит, художник русский Грабарь и другие художники и искусствоведы однозначно разоблачили этих религиозных аферистов. И выяснилось при проверке, а именно, снимали красочные слои, слой за слоем с этой иконы, согласен церковных властей, по решению светских властей, снимали слой за слой красочные. Каждый слой, он копировался, и пришли к самому древнему слою. Но это было не первое столетие и даже не восьмое столетие. Максимально, что могли предложить ученые, искусствоведы, это было 11 столетие. Вернее всего, это было гораздо позже. Значит, уже в более позднее время ученые имели возможность в Третьяковке, в галерее исследовать саму доску, брать пробы этой доски. Было выяснено, что это дерево никак не могло расти, из которого была сделана доска в первом столетии. Максимальное, что могли ученые предложить, это было 11, опять-таки, столетие. Самое древнее, что могли они предложить. До сих пор пишут обычно в учебниках 13-е, обычно столетие, 12-е, 13-е столетие. Для верности, как бы. Но ни первое, ни второе, ни третье столетие даже. То есть, представляете, а сколько поколений наших отцов, дедов, да, было за нас, Вадима? Сколько поколений было обмануто? И до сих пор, не чтобы сказать, люди добрые, простите, пожалуйста, в ресторане, вот так вот так вот, ну, как бы, брали, но теперь покаемся. Так нет же, продолжают ту же самую ношу. Да, дай Бог им покаяться, конечно. И, ну, об этом позже расскажу еще на других уроках. Но, о том времени можно много говорить, но мне хочется о более позднем времени с вами поговорить. Очень интересном времени. Времени, когда христианская церковь уже легализовывалась. Время 4-го столетия. Первых 300 лет церковь выстрела, несмотря на такие гонения, массированные гонения римских властей, церковь выстрела. И церковь умножилась. Считается, что в это время, в 313 году, порядка 10% населения городского были христиане. Представляете? Это в условиях конспирации. Порой строжайшие конспирации. Евангелие распространялось. В основном это были не большие собрания, а маленькие, ячейки, домашние группы, сеть домашних групп. Многие протестанты наивно полагают, что идея домашних групп это современная идея, новая идея. Это самая древняя идея. Это идея первых христиан, это то, как выжило христианство первых 300 лет, как развивалось оно. И христиане первых трех столетий фактически очень редко, когда могли собираться на большие собрания. На то, что мы называем сегодня большой церковью, допустим, мега-собранием. В основном все 300 лет христианство представляло собой маленькие, небольшие локальные группы, домашние группы, сеть домашних групп. Ради безопасности, чаще всего христиане не знали даже других братьев, сестер, соседней улицы, допустим, даже ради безопасности. Обычно были явочные квартиры, конспиративные квартиры. Больше того, собрания проходили чаще всего не на квартиры, даже не на явочных конспиративных квартирах, а проходили за городом, в катакомбах, в брошенных каменоломнях, шахтах, в лесах, в горах, то есть за городом, от глаз подальше посторонних. Опять-таки, почему? Нет хорошей жизни. Потому что любое собрание такое, тем более, если оно большое, могло закончиться арестом и казнью, знаете ли. И поэтому христиане чаще всего собирались на небольшие собрания, небольшие группы. И, однако же, вся эта сеть конспиративных собраний, этих тайных собраний, домашних групп во всей Римской империи, была очень разветвленной, чрезвычайной. Потому что, когда христианство стало легализовываться, что выяснило, что в городах, во многих городах, до 10% населения были христиане. Представляете? Вот это да, слава Богу. И когда это происходило? Когда происходила легализация христианства? С 313 по 325 год проходила очень активно легализация христианства. В 313 году был издан так называемый Миланский эдикт императоров Константина и Ликиния. Константин на западе, Ликиния на востоке, два этих императора одной огромной Римской империи подписали указ, подписали письмо, писали такой эдикт, закон, по которому христианам давались свободы и не только свободы. Христианство не просто из разряда гонимых переходило в разряд терпимых религий. Нет, оно сразу переходило в разряд, первый разряд, в разряд именно государственных религий. Это было впервые. Никогда до того христианства не было государственной религией. Оно всегда было гонимой или в лучшем случае терпимой религией, но никогда не снялось государственной религией. Но здесь уже де-факто было признано римскими властями, что христианство это не просто религия меньшинства, не просто религия каких-то там отбросов общества. Нет. Тем более, что в третьем столетии были прецеденты очень интересные. Казнь, допустим, сенатора Аполлинария. Сенатор. Целый сенатор. Тайный христианин. Это потрясающе. То есть не просто религия рабов или кого-то еще. Нет. Даже и всадники. Даже сенаторы. То есть элита. Это о многом очень говорило. Генералы были некоторые репрессивны римских легионов. Не просто рядовые офицеры. Сотники даже. Нет. А именно генералы. Руководители целых легионов. Больших легионов. И они были репрессивны христиане. Это все говорит о том, что христианство распространялось. И Рим не мог ничего с этим сделать уже. И вот у врага в этой схватке столетий, тысячелетий сменилась тактика. Цель его одна и та же. У врага нашего. Да. У врага божьего, дьявола. Одна и та же. Украсть, убить и погубить. Просто его тактика порой меняется. Как в борьбе. Не всегда же нахрапом. Иногда вроде как поддаешься. Но чтобы использовать силу противника против него самого. Знаете, да? Эти методики. В разных стилях это используется порой. В разных единоборствах. Так вот, и дьявол он тоже однилыком шит. И он тоже здесь вроде как поддался. Но его поддавки оказались, скажу, очень большим обманом для христиан. И то, что они смогли сделать костры римские. Или там репрессии всевозможные другие. Смогла сделать мамона. Смогла сделать гордость житейская. Похотячей. И это очень страшный рассказ. Но нам нужно знать эту историю также. Не чтобы судить этих братьев. Тогдашних лидеров христианства. А чтобы научиться сегодня нам, христианам, не повторять ошибок, какие совершили тогда братья наши. Так вот, и не все, конечно, попадали. Я не говорю, что все прямо на мамоне спотнулись. Не все карьеры увлеклись. Не всем глаза были закрыты. Нет. Было много порядочных священнослужителей, конечно же. Но это тоже отдельная история. Так вот, в 1313 году, когда был издан Миланский эдикт, христианам было объявлено самой широкой легализацией. Христиане получали компенсации, уже как государственные верующие. Христианские церкви получали возможность за счет государственных денег строить свои здания. Отстраивать новые или же реконструировать старые какие-то здания, которые передавались. Христианские церкви получали собственность Библии. В знак примирения с церковью Константин приказал переписать 50 раз Библии. Примерно столько было уничтожено римскими тиранами, римскими правителями на кострах тогдашней инквизиции римской. То есть, в знак примирения Константин приказал это переписать и передать безвозмездно христианам. По тем временам это был очень большой тираж. 50 экземпляров Библии полностью. И больше того, христианам позволялось писание переписывать и распространять беспрепятственно по всей римской империи. Потом, христианам давалась возможность идти в школы, открывать свои школы, начинать образование, получать образование. Христиане, проданные в рабство, были полностью освобождены. И перед ними извинялись, и им платились компенсации, как рабочим, проработавшим, допустим, это время где-то. То есть, были очень большие льготы. И началась массовая легализация христианств. В это время, за короткий промежуток времени, легализовалось порядка 100 автокефалий, как ученые говорят, историки. Порядка 100 союзов церквей христианских. Больших и малых союзов. Вы представляете себе, что такое, да? Для римской империи порядка 100 союзов церквей. Мы сегодня, допустим, сколько имеем союзов сейчас, допустим, в России? Я не знаю, сколько, но 4, 5, может быть, до 10 можно насчитать еще малых союзов каких-то, допустим. А это порядка 100 союзов церквей. И больше или меньше, но было дружно в этом таком братстве христианцам. Хотя было не без инцидентов определенных. Потому что, легализовавшись, христиане обнаруживали, что есть некоторые разницы в учениях и в практике. Но это было и понятно, потому что время гонения наложило свой отпечаток на христианство. Но к радости христиан обнаружилось, что Писание одно и то же. У христиан, которые не знали друг друга столетиями, которые общины переписывали и не знали о существовании других христианских церквей порой. Но когда они свою Библию открыли, они увидели одни и те же Писания. Это очень сильно обрадовало христиан. Потом, что еще обрадовало христиан? Что теперь христиане могли иметь возможность благоверствовать свободно. Потому как это было великой привилегией. Теперь даже государственные власти, местные власти были обязаны предоставлять христианам помещение. Бесплатно, безвозмездно абсолютно. Либо в вечное пользование, либо аренду допустим. Сейчас называем. И это было великим благом. И все, казалось бы, хорошо. Беды не предвещало ничего, казалось бы. Но беда была не за горами. И здесь роковыми такими фигурами стали сам император Константин и его мама Елена. Константин и Елена. Они стояли у истоков очень страшного процесса, который был историками назван Цезарепопизмом. Что такое Цезарепопизм? Цезарепопизм. Цезарепопизм. Цезарь это царь, светская власть. Папос это духовная власть, отец. Цезарь и папос. Цезарепопизм это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет церковью. А церковь становится послушным орудием, инструментом в руках сильных мира всего. Цезарепопизм. Подчиненность церкви и государству. Это было известно задолго до, конечно, Константина и Елены. В общем-то, Константин не выдумывал ничего. Здесь он просто-напросто взял старую римскую модель подчиненности главных государственных религий, личности императора. Потому что император, он был не просто светским руководителем светской империи, он был и религиозным главой империи. Потому что он был верховным понтификом самых главных культов римской империи. И в себе сочетал и светскую, и духовную власть. В общем-то, поэтому христианство, оно попало в очень опасную колею. Вырули с которой надо было много сил, но их не хватило. Почему я не знаю до сих пор. Но Бог попустил этому произойти. Это однозначно. У меня есть догадки, почему это произошло, но это тема тоже большого такого исследования. Я об этом пишу в своей как раз вот статье. Цезарь Попизм так назвал ее, эту статью. И она из сборники моих статей по истории христианства. В Киеве издана эта книга. И я думаю, мы пересдадим ее в России обязательно. Так вот, и есть некоторое предположение. Почему Бог попустил этому произойти вообще. Так вот, но это произошло. Сейчас нам интереснее узнать, что с этого дальше произошло. Церковь попала в такую опасную колею. Церковь попала в зависимости от императорской власти. Бесплатно только лишь сыр в мышеловке. Да, мы знаем. Просто так сильные века сего не бросают большие деньги. Они рано или поздно требуют по счетам платить. А что может дать церковь? Она может торговать телами и душами человеческими. Как великая блудница. Она может быть идеологическим работником государства. Она может быть такой духовной постилкой государства. Она может быть великой блудницей. И, в общем-то, самые страшные прочества Библии, они стали исполняться. Иисус, говоря о царстве, то бишь о церкви, он говорил это во время земной своей жизни. Потом, мы знаем, он говорил еще 40 дней после своего воскресения. Настолько он очень сильно считал эту тему важной и, скажу так, очень и очень важной, что даже воскреснув из мертвых, он не стал им говорить мир, дружба, жвачка и, значит, все как бы только лишь хорошее. Нет, он опять-таки стал говорить им о царстве Божьем. И, господа, скажу, что это очень важно. Иисус, говоря о царстве, он не говорил нам одевать розы в очки и смотреть через розы в очки на все. Нет. Он говорил, что не только хорошая рыба в царство попала, но и много дрянной рыбы, которая не была взята. Он говорил не только о хорошем семени на поле растущем. Он говорил и о множестве сорняков, которые враг пришел и посеял. Он говорил не только о том, что царство, вот оно было как горчичное зерно и выросло, но он говорил, что птицы стали гнездиться, а это очень дурной знак в системе толкования иудаизма, да и в книге Откровения мы знаем, что это всякая отвратительная птица, это дух нечистый, стали гнездиться в царстве Божьем. Иисус говорил, что женщина взяла и бросила закваску в три меры муки, пока вскисло все. Закваска порока и лукавства, закваска фарисейская и саддукейская. В системе толкования Ветхого и Нового Завета закваска никогда не означала нечто хорошее. Она всегда означала что-то дурное и плохое, порочное. То есть Иисус говорил, что все христианство вскиснет, и это будет очень страшным событием. Но Он не говорил нам отчаиваться и бросать весла. Нет, Он говорил, что победа будет за нами. Он говорил, что победа будет за Ним и за Иисуса Христом. Он говорил, что пройдет время жатвы. Он говорил, что очень многое должно произойти на этой земле. Но блудница будет поражена. Она будет посравлена. Те, кто в ней был заинтересован, они же и разорят ее. Бог показал, что будущее за невестой Иисуса Христа. И эти сравнения невеста и блудница, это не новые сравнения. В Ветхом Завете абсолютно так же пророки Ветхого Завета прочувствовали. Говоря об Израиле, в периоды, когда Израиль сохранял верность, они говорили об Израиле как о жене Бога, жене Иеговы. Они говорили как о возлюбленной Божьей, об Израиле. Но когда Израиль начинал грешить, уклоняться от истины, Израиль, не потеряв своего избранничества абсолютно, да, в глобальном смысле, он был назван Израиль блудницей и призывался к покаянию. Бог не просто клеймо ставил на народе Своем, нет, Он не ставил крест на народе Своем, Он говорил, обратитесь. Потому что покаяние в еврейском языке, это означает возвращение, то есть буквально вернитесь ко Мне, Я все прощу. И я знаю из Писания, что из Ветхого, из Нового Завета, что будущее за именно невестой, слава Иисусу Христу. И церковь должна не иметь пятна или порока, или чего-либо подобного, но быть святой и непорочной. И это не утопия, это не, знаете ли, вот фэнтези вот того раввина, апостола Павла. А это есть то, что Дух Святой сказал через Него. Я в это глубоко верю. Я знаю, что так и будет. И я Бога благодарю, что мы сегодня живем во время величайшей реформации. Уже пять столетий продолжается этот процесс возвращения к истокам. Если христианскую церковь в кривую представить себе, то до самого 1517 года продолжалось постепенно, временами стремительно, временами не такая и как бы стремительно, не прямая она такая, не гладкая кривая. Но скатывание вниз христианства продолжалось, то после 1517 года постепенно, не так быстро может быть, но она вверх-вверх-вверх пошла. И вот сегодня мы живем во время восстановления церкви Иисуса Христа. И в каждом поколении Бог открывает что-то о себе. И это не, знаете ли, Лютер, Кальвин, Цвингли, Анапаптисты того самого 16-го столетия. Они же не выдумывали что-то новое. Вся гениальность была в том, что реформация 16-го века, что это было возвращение к хорошо забытому старому. Уже очень хорошо забытому, но основанию. И сегодня многие истины восстанавливаются в церкви. И это не новые учения. Хотя они как новые звучат сегодня. Но это хорошо забытое, очень хорошо забытое старое. Кстати, интересно, для многих православных, это будет очень интересно услышать, многие православные попадают в такие собрания, говорят, о, это секта какая-то. Я был глубоко убежден, что это секта. Такие собрания протестантские, новое поколение тем более, в ладоши хлопают. Когда мне одна женщина сказала, что у нее проблема, ее дочь пошла в церковь, я говорю, какая проблема? У нее была ваша проблема. Она мне говорит, да церковь какая-то странная, там в ладоши хлопают. Я говорю, женщина, вот в своем уме, я говорю, как в церковь хлопают, это же не цирк? Я говорю, где же это видно, чтобы в церковь ладоши хлопали? Вот, я говорю, это секта, просто так и говорите, какая церковь? Даже это не церковь никакая. И вот, но потом я с удивлением прочитал, допустим, одну из бесед Иоанна Златоустова, жившего в конце четвертого, в конце четвертого столетия. Так вот, который в своей беседе, которую назвал он «О рукоплескании в храме», значит, озаглавил дальше, что собираясь, ну, как бы, главная мысль такая, этой проповеди, этой беседы, что собираясь, допустим, на спортивных соревнованиях, мы рукоплесчим там победителем, чемпионом, собираясь где-то там политиком, кому-то еще полководцем, но собираясь в храме Божьем, мы рукоплесчим тому, кто насосит всех рукоплесканий. Господу Богу всемогущему. Поэтому, даже вот это обычае рукоплескания в храме, многие протестанты с трудом вмещают теперь это. До сих пор. Я знаю многих протестантов, я бываю у многих протестантов, которые рукоплескания воспринимают чуть не как ересь, там, ну, как бы, ноу-хау, такое. Знаете, но это хорошо забытое старое. Даже, возьмем, откроем, Ветхий Завет, Ветхий Завет, куда уж дальше уже, знаете ли, там говорится, восприщите Господу все народы, восприщите Господу глазом радости. Это старая вера, самая старая вера, так что вы старая вера, слушайте. Давайте по-нашему постарайтесь. Как хлопали первые христиане, знаете ли, они не ушами хлопали, они руками хлопали к Господу Иисусу Христу. Да, и скажу, пусть Бог благословит нас, дорогие друзья, и после перерыва мы продолжим. Спасибо. Спасибо.